С нами на звездку уже Юлия Латынина, российская журналистка, письменница. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем давайте с событий Махачкалы. Интересно понимать, что там решили, не решили на совещании, что делать дальше. Но сейчас уже известно, что подсчитывают, на сколько рублей, на сколько миллионов рублей это все обошлось. Вот пишет депутат Госдумы Дагестана, что не менее 285 миллионов рублей убытков, ущерб того, что наделали сегодня. Это толпа, которая была разозленная, искала евреев. Кадыров говорит, что нужно стрелять в лоб. Путин говорит, что нужно искать извне кого-то и наказывать. Как вы эту историю видите? Кто здесь замешан? Кому это нужно? Если это нужно в России, то насколько это допустимая цифра ущерба, могут ли себе позволить? Ну, во-первых, что касается рублей, то давайте не будем о смешном. Я думаю, что экономический ущерб от этой истории просто не совместим с любым другим ущербом. Это все равно, как, знаете, прийти и считать. А вот в Кибуце-Беери там какие-то еще дома разгромили, не только где-то сожгли в печи. Так вот, давайте посчитаем экономические ущербки в Кибуце-Бере. Я просто не слышала, чтобы кто-то его считал. Значит, что, с моей точки зрения, произошло? Я думаю, что есть три фактора. Один фактор – это тот абсолютно, как сказать, животный антисемитизм, который зачастую присутствует на Кавказе, который, собственно, начался распространяться там с появлением радикального ислама, вернее, после конца Советского Союза, когда началась достаточно радикальная... Когда началась исламизация, на самом деле, не только в Кавказских регионах, началась исламизация среднеазетских республик. Более того, это был абсолютно общий мировой тренд, потому что я напоминаю, что в этот момент в Сомали или в Алжире, где до этого местные диктаторы строили социализм, началось строительство исламского мира, потому что вот эта публика, которая, пытаясь радикальными лозунгами, она переключилась с коммунизма на ислам. Соответственно, то же самое происходило в Дагестане. Там, напоминаю, что еще в 99-м году, кстати говоря, в Чабан-Махи и Карамахи существовала жона шариата еще до Второй Чеченской войны. И там, собственно, Хаттаб взял себе в жены одну из уроженец этих мест. Вообще, Дагестан – это такая, знаете, очень интересная республика. Я довольно много там времени провела. Так получилось, что для меня это не совсем географическое понятие, это очень близкое для меня понятие. И, конечно, в этот момент это была такая история, где... Как бы это... В общем, короче говоря, республика управлялась местными полевыми командирами. Они, конечно, назывались глава пенсионного фонда или мэр Махачкалы. На мэр Махачкалы, например, прожил 15 покушений. Его возили по городу с теми же предосторожностями, что атомную боеголовку. Была история, когда на него покушались, выстрелили из РПГ. Он тогда еще не очень берегся, поэтому было раскрыто окно РПГ. Граната от РПГ влетела в окно, но она не разорвалась, потому что она была дефективная. А в другой случае этого уже не сделали. Это уже взорвали целую улицу. Там погибло 18 человек. Просто припарковали грузовик со взрывчаткой. Но к этому моменту мэр уже жил в бронированном доме. И, соответственно, вот 18 человек погибли. Из них 4 детей. А мэр уцелел. Соответственно, там застрелили главу. Понятно, что эти 15 покушений, это было в ответ. Ну, например, там убили главу Министерства финансов, который был, если я не ошибаюсь, чемпионом по вольной борьбе. Кстати говоря, это звание унаследовал его брат. Ну, потому что если за что-то заплатили, то должно оставаться в семье. Там потом еще убили главу Пенсионного фонда Республики в Москве. И причем, что интересно, что человек, который выполнил этот заказ, он был известным ваххабитом. Потому что одна из причин влияния ваххабитов в Республике была то, что в качестве киллеров они продавались по демпинговым ценам. Но они и так убивали неверных. Надо сказать, что Путин всю эту вольницу несколько прикрыл, потому что он сверху поставил, в конце концов, таких федеральных чиновников, которые пытались со всем этим совладать. Но понимаете, тут какая проблема, что, с одной стороны, федеральный чиновник, вот этот цветущее многообразие, он прикрывает, а с другой стороны, он теряет реальные рычаги контроля за происходящим в Республике. Потому что надо понимать, что, когда собирается в Дагестане мгновенно толпа, это собирается какой-то клан. Клан, то есть не существует в Дагестане одного человека, который там приходит на митинг, допустим, приходит на Майдан. Чаще всего это некая группа людей, у которых есть старший. Когда-то этот старший, условно говоря, в 19 веке у него было много земли, и сейчас у него есть какая-то государственная должность, и, соответственно, он от федерального бюджета пытается. Вот, так что это, собственно, одна составляющая. Почему я, кстати говоря, заговорила о ней? Потому что, чтобы было понятно, вот что меня поразило, в 1998 году в Дагестане была такая история, когда там захватили случайно дом правительства. То есть человек, которого звали Надыр Шахачилаев, он вообще-то этого не хотел, но так случайно получилось, они повздорили, в общем, короче говоря, они захватили дом правительства. Почему я об этом говорю? Потому что Надыр Шахачилаев, помимо всего прочего, он еще был человек, который писал. Он был писателем. И вот один из его рассказов был про то, как он, Надыр Шахачилаев, освобождает Иерусалим, Аль-Кутс, от неверных евреев. И все это было крайне распространено. И вот это, с одной стороны, вот эта история, которая связана с радикальным исламом и полными какими-то фантазиями, которые бегают в голове. А вторая часть этой истории, составляющая, как, кстати, обратите внимание, что вот все эти призывы, которые распространяются через телеграм-канал, это же не просто были призывы бить евреев, а это были заведомо ложные сведения о том, что оккупанты из Палестины, то есть мало того, что они там все были как бы за Палестину, и надо было делать дуану, то есть молитву, соответственно, за Палестину, за Хамас. Так вот, сведения, что оккупанты из Палестины, яхуды, обратите внимание, в этом телеграм-канале не называлось, что это евреи, это призрительное название, яхуды, это специальная такая исламистская терминология, которая, конечно, берет свое начало из арабского. Вот эти яхуды, они, оказывается, собираются бежать из своего Израиля и поселиться, оккупировать теперь благословенный Дагестан. То есть эти люди считали, что они тут сопротивляются нашествию, они сопротивляются, можно сказать, оккупантам. Это абсолютно стандартная такая исламистская технология. Я просто, например, напоминаю, что в 1929 году, когда первые погромы в Палестине состоялись, которым призывал муфти Иерусалима, который был союзником Гитлера, который, собственно, к Гитлеру убежал, то там как раз тоже на пятничной молитве распространялись сведения о том, что там убили каких-то арабов, нехорошие евреи. Вот это с одной стороны. С другой стороны, конечно, вторая вещь, это абсолютно вот то, что сейчас увидели все у Путина, потому что все ожидали, что после 7 октября он будет посредником между Израилем и Хамасом. Вместо этого он абсолютно сделал ставку на Хамас, стал рассказывать, ну, просто честно знаю, то, что он говорит, иногда кажется, что профессор Соловей прав, и там уже двойник сидит, потому что, ну, человек, который столько времени просто не может такого нести. Но помимо того, что он несет, есть же еще как бы вот там история, допустим, с сыном Кадырова, который уже три награды получил за избиение Никиты Журавля, и, соответственно, местные дагестанские кланы, когда все они это видят, когда они видят, что просто, видимо, Путин посчитал, что правильно принять сторону ислама и глобального юга в этой истории, то они решили, а, вот оно, значит, нам за это ничего не будет, они захотели свою собственную награду. Вот у Адама Кадырова три, значит, они захотели четвертую. Ну, и третья вещь, это, конечно, из песни «Слово не выкидешь», это вот этот самый канал «Утро Дагестан», который там все это распространял, потому что, значит, вот тут Илья Пономарев еще два месяца назад называл этот канал нашим, рассказывал, как год назад он с помощью этого канала чуть ли не восстание организовал просто в мобилизации, и я, конечно, не хочу сказать, но мы не будем обижать Илью Пономарева, подозревая, что он когда-нибудь говорит правду. Но, тем не менее, все-таки нельзя не заметить, что из того, что говорит Пономарев, очевидно, фронтует какие-то более серьезные украинские структуры, которые не так любят публичности, но зато гораздо более эффективны. Так что, соответственно, вот то, что это произошло, не могло произойти и без... То есть не то, что не могло произойти, это могло произойти и без канала «Утро Дагестан», но факт заключается в том, что действительно организатором всего этого, распространителем этих фантастических слухов, действительно выступил телеграм-канал «Утро Дагестан», и вот это третья составляющая. Как же ФСБ России тогда, да, спецслужбы такие известные, такие классные, да, ну как можно было допустить, чтобы через какой-то телеграм, через каких-то бандеразов, как говорят сегодня на пропагандистских каналах, вот все это могло случиться. Но здесь так же интересно, тогда кто-то наказание должен понести, что пропустили, не доглядели. Ну вот, во-первых, посмотрим, какова будет реакция российских властей, потому что тут самое интересное. Кого посадят, кого не посадят, потому что пока это не совсем понятно. На самом деле тут два ответа. Во-первых, вы совершенно правы, да, как же можно было допустить. Но дело в том, что такого рода вещи, они действительно никто не думал, пока оно не случилось. Насколько я понимаю, там «Утро Дагестан», он призывал к чему-то такому же в Москве, ну, к каким-то другим ацам, из которых, естественно, просто ничего не произошло, потому что, ну, эта спичка была поднесена к дровам, которые не загорались. А здесь эта спичка была поднесена к пороху. Но, тем не менее, вот еще раз повторяю, да, и, конечно, конечно, я там не знаю, насколько, потому что понятно, что непосредственно администраторы канала – это, конечно, какие-то исламисты, которые сидят где-нибудь в Турции или где еще, но, скорее всего, в Турции, насколько я знаю. Тут же возникает вот именно, если будут какие-то вопросы у западных спецслужб, потому что там они уже несколько раз задавали похожие вопросы, то они, скорее, будут связаны с тем, от чего вообще какие-то украинские люди, зачем они связаны вот с этими исламистами, которые, ну, вот делают вот это. Потому что как-то вот есть… Пономарев, он же очень популярно занимается деколонизацией, но, извините, деколонизация, она так и выглядит. Вот она примерно так же выглядит там, условно говоря, в Африке или в других местах. Вот тут из песни слова не выкинешь. Но еще раз повторяю, что с моей точки зрения, конечно, вот те исламисты, которые сидели в условной Турции и которые писали в этом канале, конечно, у них были какие-то непосредственные связи либо с какими-то дагестанскими элитами, либо с какими-то дагестанскими кланами, либо с какими-то дагестанскими проповедниками, потому что просто написать в Телеграм-канале, ну, хоть Илья Пономарев и два месяца рассказывал, как он там устроил восстание, и сейчас даже рассказывает, что они там чуть ли не восстание вооруженное в Дагестане устроили. Конечно, это было совершенно не в силах Ильи Пономарева. Это могло произойти только при существенном участии местных элит и каких-то влиятельных людей, ну, естественно, ни киаферов, ни неверных. Также ситуацию комментировал и наш секретарь СНБО Алексей Данилов. Он, конечно же, сказал, что здесь Украина не при чем, но и сказал, что вопрос времени возвращения в Россию тех черносотинских погромов. Вот такое заявление более, да, такое, чтобы разозлить пропагандистов или напугать, или все же доля правды в этом сообщении может быть? Ну, вы знаете, во-первых, мы видим, бесспорно Дагестан в этой ситуации отличился. Круче, обратите внимание, что круче многих ближневосточных мест, и даже круче, хотя мы видели вот эти гигантские и совершенно страшные демонстрации, которые были и в Германии, и в Англии, и с моей точки зрения, это просто что-то абсолютно чудовищное, что показывает, что есть в Европе гигантская проблема, это проблема внутри, а не снаружи. Я просто напоминаю слова одного из министров ОАЕ, который еще в 17-м, если я не ошибаюсь, году говорил, что, господа европейцы, я предупреждаю вас, что у вас проблема, потому что вы импортируете всех тех людей, которые мы не держим на своей территории, то вы еще их задержите на грантах. Но Дагестан, как я уже сказала, отличился совершенно невозможно, и при этом надо еще реально понимать уровень интеллекта людей, которые в это поверили, потому что, еще раз повторяю, они не просто пришли искать евреев, которые прилетели в Махачкалу, они всерьез поверили, что из Израиля сейчас побегут яходы захватывать их благословенный Дагестан, ну вот просто без этого они никак, что это часть глобального заговора по переселению этих нехороших яходов из оккупированной ими Палестины, ну откуда же их уже почти выгнали, вот, соответственно, в Дагестан. То есть это требует, ну, к сожалению, это уровень восприятия действительности теми людьми, которые побежали на поле. Вот мы с этим должны считаться. И этот уровень восприятия действительности, он, скажем так, характерен для многих исламских средств, в том числе и в Европе. Что касается заявления Данилова, ну, слушайте, давайте просто не будем комментировать о грустном. Комментировать заявление, честно говоря, мне не хочется в ситуации, когда есть события. Поняла. Все, тогда продолжаем тему. Простите, я попрошу, наверное, прокомментировать заявление Путина. Да, потому что, понимаете, если я начну комментировать заявление Данилова, то все-таки надо как-то разобраться. Либо Дагестан – это несчастная, задавленная колония России, как нам говорили, и вот есть замечательные аварцы, лезгины и так далее, даргинцы, которые задавлены русскими и которые сейчас деколонизуются и будут свободны. Либо они, эти люди, отвечают за свои поступки. То есть, как-то надо выбирать одну из двух. Дальше. Путин воскрес, но хотя бы после всей этой информации профессора Соловья, вот вчера даже появилось видео, где он там вышел, что-то говорил. Было совещание по поводу ситуации в Дагестане, но, конечно же, там он говорил и о том, что происходит в Израиле. Как вы сказали, он поддержал Хамас, но и сейчас выступает за то, чтобы создать палестинское государство. Тем временем мы видим, что происходит в Израиле. Сегодня официально Йемен объявил войну Израилю. Штаты перебрасывают очень много оружия, потому что понимают, наверное, что может и другие стороны включиться. Помним, и Иран угрожал, и Хезбалла. Как вы видите сегодня развитие этой ситуации? Потому что говорят, что Сахал не идет все же в полномасштабной наземной операции, потому что их сдерживают. Наверное, боятся в мире? Или как? Большей войны? Или все же просто нет сил? Как вы это все видите? Первое. Давайте по порядку. То, что Йемен объявил Израилю войну, там еще, может быть, Бурунди объявит, я думаю, что Израиль это переживет. Настоящий вопрос – это Хезбалла и Иран. И это никто не может предсказать. Ровно по той самой причине, что все эти решения лежат вне плоскости рационального. И если у иранских, мол, а как им кажется, будут проблемы с внутренней политикой, у них есть проблемы с внутренней политикой, они могут это задавить чем угодно. Это действительно вопрос на миллиард долларов, потому что Иран, ну, собственно, видит ровно то же самое, что и Путин. Когда дело же не в физическом, русской военной силе Запада, дело в том, что когда у людей в Гарварде встают люди розовой пони и держат табличку «Quest for Palestine», да, вот тогда ты понимаешь, что что-то в мире непоправимо изменилось и вспоминаешь как раз о том садом министре ОЕ, который обо всем этом предупреждал. Так что очень мы реально стоим на пороге мировой гражданской войны. И самое страшное, что Запад в этой войне, ну, по крайней мере, на первых порах, будет в значительной степени учитывать мнение тех людей, скажем так, которые «Quest for Palestine». И это действительно для меня, если честно, мы сейчас вернемся к военной ситуации, но это действительно абсолютно невероятная ситуация, потому что, ну как, вот я только что говорила о вот этих вот замечательных людях в Дагестане, которые серьезно думали, что ехуды сейчас приехат, бегут из Израиля, оккупанты захватывать Махачкаву и Каспийск, и Дербенты, и все замечательные другие места, которые там есть. Но, в общем, можем развести руками, сказать, темные люди, они не очень себя понимают как мир, это не их вина, потому что, значит, им прополоскали голову. Или вот мы, допустим, говорим про какого-нибудь российского труженика Ивана Ивановича, который живет в городе Усть-Засранске и смотрит телевизор и считает, что Бучу это все, значит, подстроили сами украинцы, и вообще это фейка, это неправда. И, ну как, мы разводим руками и говорим, ну что с него взять? У него, во-первых, коэффициент интеллекта 80, во-вторых, он мозги пропил, а в-третьих, он, в-третьих, у него все время телевизор дома. И вот немытыми руками, немытой головой он в этот телевизор залазит и, соответственно, из телевизора себе в голову накладывает. Хорошо, но тут мы видим обезглавленных детей, матерей со вспоротыми животами. Мы видим, как ребенка запекли в печке, запекли в печке. А мы видим, как детей убивали на глазах родителей, мучили на глазах родителей, наоборот, как посадили семью, связали детей, связали родителей, отрезали пальцы, выкалывали глаза, все это на глазах друг друга. И посередине стоял стол, и сидели террористы и ели. А мы видим сейчас из тех показаний, которые рассказывают уже, просто они официально дают показания, те люди, которые захвачены в Фленд, что было две волны террористов. Одна имела приказание все убивать, но продвинуться как можно дальше, ну, желательно там где-нибудь до Кириат-Гата, а другая имела вот приказание именно заниматься вот этим вот террором. И дальше выходит мальчик и девочка из Гарварда или какого-то другого американского университета, поднимает вот эту табличку «QS for Palestine». И она не хочет все это слышать, и она занимается, вот как бы вот мы всегда удивляемся, как люди отрицали Холокост. Она это делает в реальном времени. И, простите, пожалуйста, вот тут у нас претензии к Ивану Ивановичу с его телевизором и водкой. Она в Гарварде учится. Она же, чтобы туда поступить, она должна была иметь довольно высокие коэффициенты интеллекта. Это же будущая управленческая элита. Это же будущая научная элита. Это как возможно. Да, вот это, ну, то есть я никогда не была большим оптимистом насчет человеческой натуры. Вот я даже, извините, нашим слушателям могу порекомендовать свой один из последних стримов, который называется фальсификацией в истории о том, в какие странные вещи человечество верило в прошлые века. Это так, что не является какой-то загадкой, но тем не менее, все-таки, когда это происходит у людей, которые именуют себя интеллектуальной элитой на Западе, это вызывает, ну, когда я решил, что это дно, снизу постучали. Так вот, значит, извините, ради бога, потому что мы отвлеклись на, да, мы отвлеклись на вещи отключенные. Да, это более чем важно. Что касается газа, то, во-первых, мы видим, что Израиль уже заходит в газу. Более того, я вот, извините, что я рекомендую свою собственную статью в новой газете Европы, которая называется «Лапароскопия газа», которая этому посвящена, что мы видим абсолютно новую тактику, которая заключается в том, что, ну, как обычно происходит, вот мы привыкли, что если есть вторжение, если есть вторжение, если есть вот войск, вот собирается вся эта громада, движется техника, разбрасываются палатки, и напоминаю, что газы – это очень маленькое место. И напоминаю, что, в общем-то, в любую точку газа достаточно легко достичь. И всегда, когда раньше Израиль вводил войска в газу, случалась одна и та же штука. То есть сначала Израиль вводит войска, и все хорошо, потому что перед ним все разбегается, а позади все рыдает. А потом начинаются даже не атаки вот этих вот самых шахидов, а просто начинаются тупо минометные обстрелы, от которых очень сложно защититься. Вот я видела какой-то рекламный ролик компании Rain Metal, в котором лазеры сбивали мины. Ну, вот это первое единственное, что я видела в своей жизни на эту тему. Это еще, естественно, совершенно не работающая технология, это просто пока реклама. Вот. Значит, от мины защититься невозможно. Вот она прилетает, и войска тупо начинают нести потери. Это вот то, что происходило в Советском Союзе, когда штурмом взяли дворец Амина. Штурмом дворец Амина взяли, все было шикарно, а потом началась партизанская война, которую было невозможно выиграть. Вот, насколько я понимаю, сейчас армия обороны Израиля, она учла предыдущий опыт, и она очень много будет делать такого, что зашли и вышли, зашли и вышли. Вот, когда они в субботу, простите, в пятницу вечером, то есть начало из шабата как раз зашли в газу, чего никто не ожидал, но там было специальное разрешение. Да, значит, соответственно, Раби выдал специальное разрешение, что все, ребята, можно делать это в субботу. И, насколько я понимаю, вот, тогда, еще раз повторяю, я написала эту статью, что это теперь будет особая технология, которая будет повторяться, то есть, не обязательно заходить всей толпой, потому что можно просто, и можно, наоборот, делать это часто, сохранять абсолютный эффект неожиданности, потому что, как бы, эффект неожиданности будет на стороне, в данном случае, Цахала. Но есть еще одна важная деталь, которую я тогда не знала, а сейчас, насколько я понимаю, она стала известна. Дело в том, что армия обороны Израиля зашла непосредственно, то есть, вот эта танковая операция, это было за тем, чтобы вытащить вот эту девочку, которая была заложница, одна из заложниц, про которой было, каким-то образом стало известно, где она находится. И я не знаю, они рассчитывали вытащить одну девочку, или может быть больше, но вот освобождение этой девушки, это, ну, конечно, просто сейчас фантастическое событие для Израиля, потому что все, вот луч света в темном царстве, просто, ну, человек вернулся с того света. И, конечно, просто все это обсуждают, но просто вдумайтесь, что для этого, для освобождения одной девушки, армия обороны Израиля вошла в газу с танками, это была спецоперация, она вошла и вышла. Да, это, конечно, невероятно. Вот так же, да, вот вы говорили о том, что сегодня не все хотят видеть эти кадры, вы видите, как издеваются над людьми, закрывают глаза, но есть уже видео, которое сейчас очень так ширится в соцсетях, что палестинские протестующие ворвались в Конгресс, когда выступал Блинкен. Это просто тоже, с одной стороны, вроде как свобода слова, люди протестуют, высказывают свое мнение, но с другой стороны, тут уже есть заявление и директора ФБР, который говорит, что Хамас может активизироваться и в Штатах. Вот здесь, как эту грань не перейти, с одной стороны, вроде как позволяют, да, мы поддерживаем палестинское государство, да, но тоже нужно понимать, что такое сегодня палестинское государство и из кого оно состоит. С другой стороны, насколько оно мощное, что оно может сегодня пустить свои щупальца где-то в Штатах, насколько сегодня это опасная структура, вот здесь также вот такая очень тонкая грань, как это можно сегодня разрулить, если так можно сказать. Так, Анастасия, я должна сделать поправку, палестинского государства не существует. Да, при этом, да, при этом Хамас не является палестинским государством, Хамас является террористической группой, которая категорически, да, которая категорически против создания, собственно, палестинского государства, потому что требование Хамаса, как минимум, одно из требований заключается, что Палестина от реки, то есть от реки Ордан до моря, то есть до Средиземного моря, должна быть свободной. А если человек посмотрит на карту, то он увидит, что от реки до моря располагается государство Израиль. И, собственно, требования Хамаса, они говорят, что мы хотим своего государства, но в переводе на общечеловеческий язык это значит, что для того, чтобы создалось наше государство, мы должны уничтожить все, что находится в серединке, то есть истребить всех евреев, которые живут на этой территории, кстати, напоминаю, что на этой территории живут не только евреи, на ней живут, например, друзы, на ней живут черкесы, на ней живут арабские христиане, на ней живут 2 миллиона арабов, которые есть единственные 2 миллиона арабов, которые среди многих сотен миллионов арабов живут в демократическом государстве и пользуются всеми благами демократического государства, начиная от, собственно, демократии и голосования и кончая такой вещь, как, например, хорошая израильская медицина. И, соответственно, тезис Хамаса, вот, собственно, в чем заключается главная ложь Хамаса? Потому что Израиль много раз предлагал договориться, Израиль много раз шел на уступки. Как говорит Алексей Листочевич, Израиль много раз подписывал минские соглашения. Более того, он их выполнял, более того, он их выполнял бы на стороннем порядке. Но всегда этого оказывалось мало, потому что если террористы не хотят договориться, они не договорятся. Если вы не хотите договориться, вы всегда найдете способ не договориться. Способ не договориться со стороны Хамаса, террористической тоталитарной организации, которая держит палестинцев в таком терроре и в таком ужасе, который, ну, там даже близко не совместим с путинским, скажем, авторитарным государством. А способ не договориться – это сказать, ребята, мы хотим уничтожить каждого еврея на этой территории, а если евреи с этим не согласны, значит, вот они не хотят искать компромисса. И, собственно, поэтому меня и удивляют те люди из американских кампусов, которые вот это совершенно серьезно повторяют, которые говорят, ну, как же это, давайте… Я уж не говорю о Путине, с Путином все понятно, но с Гусьеришем все понятно. Но как вот с Путиным, с Эрдоганом все понятно. Но как с Эрдоганом и Путиным совпадают люди с американских кампусов, это надо обладать вот какой-то… То есть это показывает, что человеческая тупость все-таки величина постоянная, и что нет ничего, во что бы не мог поверить человек, если ему выгодно в это поверить. И если мне реально жалко тех палестинцев, которые живут под пятой Хамаса, и мне даже жалко того пятилетнего мальчика, который кричит, я вырасту и буду убивать евреев, потому что я понимаю, что ему прополоскали мозги с детства, хотя я понимаю, что он вырастет и будет убивать евреев. Вот кого мне не жалко, мне не жалко вот эту студентку из Гарварда, которая там, куяс в Палестане. Я просто мечтаю, чтобы она попала в Палестину. Вот просто, знаете, вот этих мне не жалко. Вот это единственные персонажи в этой истории, которые никакого моего сожаления не заслуживают. Юлия, буду вас благодарить за важный разговор и за анализ, все, что происходит и в мире, и в Украине, и в России. Ну и, конечно же, уверенно, еще с вами не раз увидимся в эфирах. Юлия Атынина, журналист, писательница, была с нами. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok